Вы же, вы не всегда были знаменитым Виктором Суэм, так, из группы кино. Вот можете рассказать о худших в своих временах? А в Суэмбове вообще? Ну, знаете, я не знаю, что по худшему. Я, так сказать, каким-то материальным проблемам в вашей... Я имею в виду материальные проблемы, не в смысле отсутствия наличности, а в смысле каких-то, так сказать, пытовых лишений. Вот отношусь, что это не философские. Вот мне всегда жить было довольно весело. Вот, но... Тем не менее, конечно, они у меня были. И в вашем городе я помню, что я был арестован за какие-то нелегатные концерты. Какие профессии вы перепробовали? Какие профессии я перепробовал? Вы знаете, в основном я был хачегаром, в какое-то время был вторжен, потом... ...а каким женщином? Матросам спасаться. Вы знаете, я считаю, что человек... ...автор своей биографии. Когда они вас слушают, можно видеть, что они связывают с вами какие-то надежды свои личные. Вот и верят в вас, и смотрят на вас, как насильного человека. Вы себя сами считаете каким человеком? Вы знаете, никакой человек не может быть сильным, он всегда. Я думаю, что любой из здесь присутствующих, вообще живущих на Земле, а человек в таких минутах способен на слабости, способен на сильные поступки. Я не думаю, что я чем-то отречу, я сейчас останусь. Вам известно, как вас назвал Михаил Жванецкий? Комсомольским лидером 21 века. Знаете, я никогда не составил ряда, так сказать, комсомола. Может, вы и по 21 веку? Я надеюсь, что в 21 веке эта организация существовать перестанет. И я так не считаю, если бы не согласен. А лидером себя считаете? Как вам сказать, считать себя лидером, это опять-таки быть содержимым воспитанием массы. Масса. То есть считать, если ты берешься смелость, сказать, что я вот повседомно, пошли, ну это уже неправильно. Собор сирепридентом на мощь его, если бы вы так сказали, за вами пошли многие. Только куда их везти? Знаете, это был бы не я, если бы я куда-то кого-то повел. Я считаю, что очень глупо, и даже, наверное, преступно быть содержимым идеей воспитания массы, так сказать. Я не рассчитываю никого перевоспитать, там, наставить на путь истинную и так далее. Я просто... Я рад, что у меня вот у нас в настоящий момент довольно много единомышленных, которые, если людям нравится моя песня, значит, они находятся в них что-то для себя общая и близкая. Ну, и... Ну, вот и все. Во всесоюзном хит-параде вас признали лучшим поэтом Готта. Вот как вы к этому относитесь? И не собираетесь ли вы стать членом союзописателей? Нет, я не собираюсь стать членом союзописателей. Ну, вот хит-парадом отношения-то у меня очень сложные. То есть я не считаю это ни показателем каким бы то ни было, ни вещью, реально отражающей ситуацию. То есть мне кажется, что газету пишут все-таки определенный контингент людей. И, короче, общественное мнение целиком, чуть-чуть парады не отражают. Но, тем не менее, это, в общем, довольно приятно. Ну, мне к этому отношусь не серьезно. А вообще вы человек серьезный? Вы к тому, что вы делаете, серьезно относитесь? Знаете, я считаю, что если начать серьезно относиться к любому роду деятельности, то еще хорошим не получится. Любовь и счастье. Как вы определяете для себя эти понятия? Ой-ой-ой. Вот у нас сейчас идем в высокие материи. Вот на самом деле я не очень люблю уходить в высокие материи. Когда говоришь о таких вещах, то это как-то неизбежно. Ну, как мне кажется, что все разговоры на эту тему звучат несколько раз. Всегда у нас в высокопарную, поэтому я думаю, что говорить себя в основном ничего не буду. И, кроме того, что я считаю, что для каждого человека это вещи достаточно интимные. Мне не хочется об этом ничего рассказывать. То, что вы делаете в кино, это для вас что такое? Хобби? Вы просто переключаетесь на другой род деятельности? Как вы для себя это объясняете? Знаете, я вообще не... Не я, не всем не ограничен, так сказать, только музыкальной деятельностью. И я не считаю, что единственным, чем стоит заниматься, это музыка, а больше все остальное неинтересно. Мне все довольно интересно. И в том числе и кино. Мне говорили многие ваши поклонники, молодые люди, что вы им нравится из-за того, что вы ни на кого не похожи. Вот. Это вот не похоже, если даже не так спросить. Это, в принципе, у вас существует имидж вот такой? Или вы такой на самом деле? Какой? На самом деле это такой алис. Мы завжди выполняем свои обещания и сейчас передаем микрофон нашему коллеге, Олександру Ягольнику, который встретился с Виктором Соем под час его гастролей в Киеве. Ну, если мы были совсем подпольной группой, то сейчас, наверное, как нас уже назвать нельзя, сейчас у нас свои публики гораздо больше, чем раньше. Если раньше мы были так, точнее, как у известной группы в русском кругу, то сейчас, я думаю, что у нас есть, как бы, конфликт натальячего людей, у которых нравится группа кино, которые не предпочитают, скажем, всем остальным группам. Парьера в кинематографе. Сначала в фильме Соловьева, Аса, потом, пожалуй, самая нашмершая работа главных героев по тем временам супер-боевика советского киноискусства. Я имею в виду фильм «Игла». Это дань моди, попытка пропаганды творчества группы кино, возможность самовыразиться в масштабе всей страны или желание заработать кучу денег. Ну, вы знаете, я этим занялся потому, что мне было это интересное, как и насчет остальных. Что касается бракансовых соображений, то у меня не было. А сейчас вам не предлагают главных ролей? Ну, наверное, было бы широко разных предложений, если от всех отказываться. А если это не секретная информация, можно узнать, какие были предложения? Мне предлагали сниматься в роли Мауби в каком-то мюриске. Виктор Сой в роли Мауби? Да, чему-чему. А в чувстве имара сценариста, наверное, не откажешь. Ну, знаете, может быть, это остроумно, но, так сказать, идея этого. Музыкова была, по-моему, совершенно. Я тоже не хочу, чтобы они ничего говорят, но меня надо было бы интереснее. Хорошо. А можно смоделировать такую ситуацию, чтобы для петьца, композитора Виктора Цовя съемочный процесс был, что называется, в кафе? Мне становится, что мы снимаем с рушками, чтобы не предоставлялись возможности, так сказать, ничего там вообще не играть. А теперь, если не возражаете? Нет. Несколько близ вопросов, тогда мы близ. Итак, ваш любимый свет. Все. А вас не знали. А любимая блюда? Вкусно. Молодая блюда. Роза. Это не ваша футбольная команда. Это зоня? Нет. Такой он на 10-го. Ну, да, ну, да. Ну, сколько связанных со всеми на связи на блюдах? Любимая блюда года? Друзья, коврица. Привет. Это любимая блюда, что я не за раз так думал. Не знаю. Это такой, что прям любимый, остальные все не любимые. Ну, что ж, в программе Блиц, наилюбленнейшая группа наших сухачил, группа кино. Давай, все, все. На черзи программы 4М, остальное из записанных интервью с Виктором Цоем. Если бы тебе была предоставлена возможность, чтобы нехозябная ценность, настоящее переносить куда-то, потому что куда-то, я так что-то переносил, и почему. Ну, я как-то не буду. Потом, я считаю, что я очень философски отношусь, к каким-то неприятности. И, конечно, я тоже смотрю, переставлю, что потом все образуется. Ты веришь, что там в блюда, допустим, судьбой? Во что туда? Трудно сказать, во что. Но мне связалось такое впечатление, что ты фатализм. Может быть. Я не изменяюсь самоанализом. Я не так и как и естественно. Когда ты пришел к поводу, что можешь и вправе создать свою группу, не было ли вариантов, допустим, названия состава участника? Ну, я никогда не приходил к такому выводу. Все так получилось само собой. Что-то надо иметь право. Как бы иметь это право существование. Это же потом доказывает. Доказывается само собой. Либо люди приходят и слушают песни, либо нет. Скажи, встречались ли тебе люди, которые оставались у тебя в памяти по тем или иным причинам? То есть, ну, вот яркие личности, которые чисто на тебя оказали какое-то влияние. Ну, вероятно. В вероятности все люди, с которыми я так или иначе разговаривал в жизни, оказывали на меня какое-то влияние. Как может быть, я надо сказать. Ну, а вот такой человек, который, ну, которому тебе чуть в трудную минуту было приятно вспомнить. Где это такое? Трудно спрямиться. Разрегнуть они один. Разрегнуть на мешках группы, это не стоит полететь в космос. Какая же это на мешках группы, кинок? Не знаю. Но он тоже в космос. Все манированно. Все были устроены родителями. Вы еще когда-то так говорили? А ведь дату за что? Да, точно устроили, да. Но что вы не понимаете? Ну, за что обычно оказывают детей, я думаю. За детские просторки. Вы обманулись своими родителями? Так, в самом деле, нет таких претензий, что, допустим, того не показали, того не научили? Ну, что вы сейчас устроили? Сама родители могут быть образованы, что угодно. Если устроили, то, сказать, под влиянием среды. Ну, на одних людей среда одна даже влияет, так, на других и наших. Такой поздравительский вопрос, как ты живешь в школе? Ну, я чувствую себя хорошо, где-то когда я себя опрятал, а потом я чувствую себя плохо. А на конец, я стою в трудах? Если не секрет, после школы ты знаешь, куда ты поймешь, что будешь дальше делать? Я, так сказать, для тебя это основная задача, когда был не человеком, на которых внимания серьезно не обращают. Не хочу, я не знаю ничего. Что мне так было, да? Получится. Передушки. Уatos. Что мне придет? Субтитры делал DimaTorzok